Так, как и обещал, в данном занятии мы будем с вами убирать или заменять большие области фотографии. И будем использовать инструмент заплатка. Вот этот инструментик, теперь давайте непосредственно к делу. Итак, в комплекте данного видео урока я подарил вам пальму в синем море-остров, так что будьте благодарны. И теперь эту пальму мы будем сами у себя изымать. Вместе же с этим самым островом. Итак, делаю фотку один на один. И если сейчас подумать, то убирать такую пальму и целый остров кисточкой, это будет, если не тупо, то, по крайней мере, очень сильно убого. Потому что есть инструмент, который позволит это сделать за считанные секунды и сделать это очень грамотно. То есть даже не будет видно, что мы здесь что-то ковыряли. Итак, этот инструмент называется заплатки. И теперь давайте сделаем следующее. Обведем нашу пальмочку нашей кисточкой вот так вот. Главное обводите рядышком. Точнее не кисточкой, а инструментом заплатка. То есть чтобы охватывался дополнительно и ближний вот такой фон. Итак, приблизительно обвели. Следующим делом мы теперь начинаем наводить мышку вот на нашу выделенную область и зажимаем левую кнопку и перетаскиваем на фон, который мы хотим заменить. То есть можем так перетащить, можем так. В принципе, давайте так. Ничего страшного, что здесь немножко темнее. Photoshop, обратите внимание, автоматом подобрал цвета, автоматом подобрал тональность. И тут даже незаметно, что здесь была какая-то макушка. Это все мы потом, что здесь осталось, уберем. Теперь нам необходимо будет убрать сам остров. Выделять сам остров таким же макаром будет немножечко трудновато, потому что Photoshop может добавить сюда дополнительно вот этот верхний фон. Но для этого в этой кисточке, в заплатках предусмотрен еще обратный режим. Что это значит? Выбираем здесь в панели атрибутов вместо источника назначение пункт. И здесь делаем следующее. Так, я сделаю поменьше, чтобы на весь экран влезло. Здесь просто ниже выбираем область, похожую на наш остров. Делаем. Блин. Не влазит. Так, я сейчас немножко заново сделаю. Еще сделаю поменьше. И давайте. Вот таким вот макаром. Опля. И теперь. Да, елки-моталки. Вот так. И теперь опять же наводим на выделенную область мышку. И зажимаем кнопочку. И перетаскиваем на наш остров. Полностью закрывать не обязательно. Можно сделать за несколько подходов. Итак. Вот остров здесь мы немножко прикрыли. Теперь сделаем кисточку еще обширнее. Вот так вот. И тоже это все нафиг поубираем. Вот так. В принципе все даже очень нормально смотрится. Теперь нам осталось удалить эту вот самую змею. Как мы это лучше всего сделаем? Для этого в принципе не обязательно использовать уже инструмент заплатки. А использовать можно восстанавливающую точечную кисть. Поэтому сейчас давайте мы с вами сделаем немножко диаметра побольше. У меня в прошлый раз стояло 15 пикселей. Ну давайте я поставлю 25 что ли. Давайте даже 27. Вот так вот. Так. Жесткость на 100% выставлю. И теперь давайте будем издеваться над нашей пальмочкой. Так. А то это змеюка торчит из воды. Так. 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 Ну и по-моему все. Бац. Бац. И наша пальмочка идеально убралась. Вот так вот мы сами у себя отобрали остров в Тихом океане с пальмой. И в принципе на фотки вы если захотите убрать там допустим бывают фотки где вот вы снимаетесь на каком-то фоне неба. А вот это вы. А здесь куча веток от деревьев которые буквально можно сказать мешают. Вот таким макаром вы их можете быстро поубирать. Либо можете медленнее восстанавливающей кистью. Можете просто быстро при помощи инструмента заплатки. Ну думаю здесь все понятно. Поэтому сейчас давайте перейдем уже к следующему занятию. Продолжение следует...